Американский великан нокаутировал лучшего бойца UFC и вернул титул чемпиона боксом МАСПОРТ. 11.35.18 августа 2019 года Дядя Степи Американский великан нокаутировал лучшего бойца UFC и вернул титул чемпиона Даниэль Карми, слева. И Степи Мячич Фото, Джо Сканесай, East News. Абсолютный бойцовский чемпионат UFC. Привет звезд в калифорнийский Анохай. Зрители переполненной арены дождались возвращения гангстера смешанных единоборств. ММА. Американца Нейтодиаса. И самое важное, дождались главного поединка тяжеловесов между Даниэлем Карми и Степи Мячичем. Подробнее в материале ленты.ру. Год спустя. 8 июля 2018 года Даниэль Карми впервые в истории абсолютного бойцовского чемпионата UFC дерзнул и поднялся на дивизион выше, чтобы завладеть поясом чемпиона организации в тяжелом весе. Действующий обладатель титула, Степи Мячич, казался великаном по сравнению с Карми. Но последнего это ничуть не смущало. Поединок не продлился и раунда. Черному Федору не потребовалось опускаться до портера, чтобы справиться с физически превосходящим его Мячичем. Правление самого долгоиграющего чемпиона среди тяжеловесов на этом закончилось. Мячич трижды защищал титул. Это рекорд. UFC. Не подпуская к золоту таких парней как Фрэнсис Нганну, Алистера Вереми Джуниор Дос Сантос. Даниэль Карми. Справа. И Степи Мячич фото. Джон Локер. AP. Карми. Не скрывавший, что планирует завершить выступление Курат в 40 лет, не торопился защищать титулы. Когда вернувшийся из чистилища дисквалификации Джон Джонс решил вернуть доминирующее положение в пищевой цепочке полутяжелого дивизиона, Карми отказался от пояса, и Джонс, одолев Александра Густавсона, вернул себе золото. Единственную защиту в исполнении Карми согласовали меньше, чем за месяц, в октябре 2018. Американский громила Дерек Льюис заслужил свой шанс потом и кровью. Пробившись, кроме всего прочего, и через одного из самых многообещающих тяжеловесов UFC Александра Волкова по прозвищу Драга. 9 ноября действующий чемпион не оставил шансов мощному, ну куда менее мастеровитому претенденту, но поединок против Лейснара все еще маячил перед Карми. Битва против гиганта должна была стать вишенкой на торте в почти безукоризненной карьере бойца. Но битве монстра и человека не суждено было состояться. Возобновить карьеру в восьмиугольнике Лейснару так и не удалось. Последствия многолетней травмы спины, а также ужесточившиеся нормы допинг-контроля ознаменовали конец карьеры Брока, как бойца в полноконтактном спорте. Джин, некогда выпущенный главой UFC, Дэйна Юайтом, вернулся в свою лампу под названием WWE. Даниэль Карми, слева, и стипи мяч и чикадр. Moitly.com, YouTube. 24 июля 2018 года в семье бывшего чемпиона родилась дочь. Затяжные переговоры с UFC о следующем бою явно были в его интересах. Утративший корону лучшего тяжеловеса Мячич взял паузу, посвятив себя жене и ребенку. Впрочем, в общении с прессой Мячич признался, что до конца не был уверен в правильности своей тактики. При этом он крепко стоял на своем, выбивая лучшие условия для возвращения в клетку. Рубка в Анахайме. Бойцовский вечер прошел на домашней арене клуба национальной хоккейной лиги NHL. Анахайм Дакс, UFC, распродал на события все билеты до одного. И переполненные трибуны ждали зрелища. Потому начать вечер с кубинца Аэля Ромера было мудрым решением. Его поединок против бразильца Паула Косты разогрел публику. Соперник Аэля отличался нетерпением. Все свои предыдущие 12 поединков бразильский стиратель завершал досрочно. Но опытный Ромера старательно провоцировал оппонента. То картинно теряя равновесие, то высовывая язык. Кубинец, по всей видимости, ждал, пока Детина Коста подастся вперед и вступит в открытый размен. Но с течением поединка становилось ясно. Ноль в графе поражения бразильский нокаутер заработал не просто так. Коста, казалось, заматерел, находясь в одном октагоне с Ромера. Вот он впервые в карьере услышал гонг, возвещающий о начале третьего раунда. А его глаза стали красными от полопавшихся сосудов. Рефери пришлось предупредить кубинца, никаких тычков в глаза. Вообще на UFC 241 это стало излюбленным нарушением. Уж слишком удобно предвосхищать атаки и сохранять дистанцию, выставляя вперед ладони. UFC. Собака Уфч. 18 августа 2019 года. 3.29. Правда, и сам Коста оказался не без греха. В одном из эпизодов он пробил мускулистому кубинцу коленом ниже пояса. Ромера свалился на канвас, словно подкошенный. Этот бой под конец напоминал боевик из 1980-х, два здоровяка дрались уже с опущенными руками, обменивались хлесткими ударами и гримасничали, насмехаясь над болью. В итоге гонки единогласное решение судей в пользу Косты. Несмотря на преимущества бразильцев в цифрах, трибуны Хонда-центра были уверены, что победа за Ромера. Уж слишком уверенно он пожирал удары оппонента. Словно они наносились понарошку. Забегая вперед, именно этот поединок будет признан лучшим боем вечера. Во втором по значимости поединке схлестнулись американцы Нейт Диас и Энтони Петтиз. Первый отсутствовал в октагоне три года. Для другого это был лишь второй поединок. После возвращения в полусредний весовой в марте Энтони победил Стивена Тампсона, эффектно нокаутировав его ударом супермена. Диас же за последнее время порадовал фанатов разве что трештоком и стычкой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Этого бойца явно заждались. Толпа действительно больше поддерживала Диаса. Уроженец Калифорнии дрался практически дома. Простой не сильно сказался на его бойцовских качествах. Нейт, как и прежде, вел себя в клетке расслабленно, скрывая каждый свой маневр. Петтиз так и не сумел прочитать оппонента. UFC Собака Овч 18 августа 2019 года 4.42 Диас раунд за раундом оказывал давление, а при малейших трудностях в стойке погружал схватку в портер. Энтони выживал, выкручиваясь из-под контроля соперника. Диас же несколько раз был близок к тому, чтобы наконец набросить петлю на горло соперника. Но где-то он оставлял ему слишком много пространства, а где-то на прием просто не оставалось времени. Как и предыдущий бой, противостояние продлилось все 15 минут. Диас одержал победу решением, но вопросов на этот раз не было даже у Петтиза. Победитель перед тем, как покинуть клетку, сделал очередной гангстерский ход, вызвал на поединок Хорки Масвидалятову самого парня, ставшего автором самого быстрого нокаута в истории. UFC Степи Мячич фото Джо Сканесай Гетти имиджес Диаси вальяжно чувствовал себя в стойке. Пару раз при этом бойцы оказались на земле, где вновь очевидным было преимущество к армии. Однако, плодов оно ему не принесло. В одном из эпизодов Даниэль поднял Мячича над собой и эффектно швырнул на канвас. Это скорее выглядело красиво, чем нанеслось теперь реальный урон. Карми был все ближе к победе. Мячич видимо замедлился, стал поглощать больше ударов. Казалось, ноги великана вот-вот подкосятся. Но четвертый раунд сломал логику всего поединка. Мячич сменил вектор атаки и стал настигать длинными руками печень оппонента. Маневр, призванный заставить Кармия обнажить голову. Намерение Степи прочитать было несложно. Но терпеть попадание в корпус Даниэль не мог и вынужденно открывал верхний ярус. Мячич выгадал момент и пробил серию. Удар, еще удар, и Кармия уже потерял равновесие. Его соперник, предвкушая долгожданное золото, обрел второе дыхание. Добавил, что называется, Диси пару попаданий сверху. Сердце рефери Хербодина дрогнуло, и он остановил бой. Мячич перевернул поединок и забрал титул. Сразу после триумфа он, словно в благодарность оппоненту, признал класс мастерство Кармия. А потерпевший лишь второе поражение в карьере Диси холодно проанализировал неудачу прямо в микрофон комментатора Джу Рогана. Кармия оценил тактику Мячича, так ловко прошедшего его защиту. Будет ли сорока летний уже бывший чемпион завершать карьеру? Так он и ответит. Такие решения с горяча не принимаются, заметил Кармия. Да и сам бой, что выдал Диси, оставляет впечатление, что этот спортсмен способен еще не на один титульник. Захочет ли он? Скоро узнаем. Николай Костюков